Иное измерение русской культуры. Владимир Григорьевич Бенедиктов Деревенский мальчик Читает Евгений Прасов-Брышковский Мимо разбросанных хижин селенья Старую шапку на брови надвинув Шел я глубокого полно размышления Сгорбясь и за спину руки закинув. Нес я труднейших вопросов громады Как бы людей умереть, успокоить? Как устранить роковые преграды И человечество счастье устроить? Против меня в своей грязной сорочке Весело шел деревенский мальчишка С летним загаром на пухленькой щечке Бойко смотрел и смеялся плутишка. Смех уж готов, а еще нет минуты Плакал он, слезок следы не исчезли. Светлые волосы ветром раздуты, Мягко льняные в глаза ему лезли. Он отрехал их головкой мотая. Весь он родимым был братцем здоровью И приближался, лукаво моргая, Синеньким глазом под белую бровью. Солнце удвоило жар с освещением После минувшей недели ненастья. Мальчик при этом был весь воплощением Жизни беспечной и дерзкого счастья. Даже при мне, при степеннейшем муже, Босой ножонкой отважно он топал, Мутную воду разбрыгивал в лужи И все торжественно по грязи шлепал. «Друг, отчего ты так весел?» Ребенка важно спросил я. Без робости глядя И засмеявшись в глаза мне призвонко, Он отвечал «Ты смешной такой, дядя!» Читано по изданию Сочинение Владимира Григорьевича Бенедиктова Под редакцию Якова Петровича Полонского Второе посмертное издание Том 2 Санкт-Петербург, Москва Издание поставщиков Его Императорского Величества Товарищества Вольф 1902 год Продолжение следует...